Теперь обо всем по порядку. Счетная палата выявила нарушение на 52 миллиона рублей при возведении Красногорского гидроузла. Цена госконтракта на строительно-монтажные работы по усилению оснований сооружения оказалась завышена. А вот судоходный шлюз вообще не возводили, хотя средства на это выделяли. Сейчас период паводка, внимание спасателей вновь будет приковано к гидроузлу. Мой коллега Данила Выжевский побывал на гидросооружении, пообщался со специалистами, а заодно выяснил, почему проектировщики могли ошибиться с местным возведением гидроузла и чем это грозит омечам. Красногорский гидроузел называли важнейшим инфраструктурным сооружением. Строить начали в 2011 году и собирались успеть к 300-летию города. Комплекс должен был обеспечить водоснабжение Омска и спасти Иртыш от обмеления. Прошло почти 6 лет, плотину так и не достроили. А вместо всех ожидаемых плюсов, сейчас это сплошные минусы. Дома жителей поселка Горячий Ключ расположены всего в нескольких сотнях метров от плотины. И каждый год их затапливает небольшая речка, которую перегородили строители. Прошлой весной она развелась вдоль дамбы, размыла дорогу и добралась до участков. Вода в огородах стояла по пояс. Вот от этого Калинового берега, вот от Калинового, вода поднимается, вот где мы стоим, вот здесь все будет затоплено. Все будет переходить плавно туда и вода будет идти вот на даче. Естественно, поскольку гидроузел перегородил все здесь, воде деваться некуда. Впрочем, водоотвод еще можно построить, в крайнем случае расселить поселок. Но всех проблем это не решит. Как говорят в Общероссийском народном фронте, то, что возвели строители, противоречит не только принятым документам, но и вообще здравому смыслу. По техническому заданию гидроузел должен в том числе улучшить судоходство на Иртыше. На карте совсем другая картина. Корабли будут заходить в шлюз Красногорского гидроузла по берегу. Вот есть точка захода в шлюз, где должна располагаться. Вот она есть. Ну, у вас она тоже есть. Точка захода в шлюз, где должна располагаться. Она находится на береговой линии. Это точка захода в шлюз, которая рассчитана согласно действующих правил судоходства. А вот точка захода по проекту. Впрочем, чиновники уверяют, в грандиозное сооружение уже вложены миллиарды рублей. Бросать стройку нельзя. Проект будут переделывать. А пока губернатор нашел деньги только на то, чтобы весной не размыло возведенные конструкции. Всего 30 миллионов. Инженеры, работающие на Красногорском гидроузле, говорят, этих денег не хватит даже на то, чтобы законсервировать объект. На достройку гидроузла требуется еще порядка 9 миллиардов. Но точная сумма будет известна только после прохождения главы госэкспертизы от корректированной проектной документации. А сколько денег тратится или нужно тратить на консервацию, чтобы сохранить его до достройки? Эта сумма равняется порядка 90% от той суммы, которая необходима для достройки объекта. Легче достроить его, чем законсервировать. А инженер-гидротехник Василий Фисенко утверждает, гидроузел, в том виде, в котором его задумали, не нужен вовсе. По мнению ученого, если гидротехническое сооружение заработает в полную силу, вода в ртыше поднимется и встанет течение в омке. Это уже происходило в 1967 году по естественным причинам. Выпало слишком много осадков. И за несколько часов омь, говорит ученый, превратилась в болото. Водохранилище увеличит объем воды в 2-3 раза. Значит, раз объем увеличится в водохранилище, скорости в нем упадут до 0,12-0,15 сотых. То есть все, что, извините, какое будет течь, и все стоки, которые поднуть, будут течь, оно все будет оседать. Омск ожидает катастрофа. Кроме того, экологи предупреждают. Плотина изменит скорость течения, а значит, деформируется берега и дно Иртыша. Но есть и более важная проблема. Если уровень реки поднимется хотя бы на 2 метра, вода затопит скотомогильники, расположенные в пойме. Данилов Ижевский, Антон Щетинин и Анатолий Серов. Омск здесь.